Еще полгода назад ребята из студии Fine Design сами стояли перед менторами. Сегодня дают советы будущим участникам нового сезона. На правах финалистов шоу и команды, которой участие в проекте реально помогло. Прототип продукции, желание наладить свое производство. Так стартовали брестские дизайнеры в проекте «Мой бизнес». К моменту, как мы пришли на вашу передачу, и к моменту, как у нас появилась стичка, это случилось буквально вчера, а стул мы изготовили буквально три недели назад. То есть слишком короткий срок. Было нелегко, на ходу пришлось менять бизнес-модель, но проект в итоге вошел в пятерку сильнейших. А ребята вместе со своей лампой и птичкой взлетели на новый уровень. Во время проекта, можно сказать, что очень сильно изменилось наше понимание бизнеса. Он стал намного больше, шире. Мы пришли в совершенно новое направление для нас. Это то, что предметы интерьера. И сейчас мы активно работаем над тем, чтобы выходить уже на другие рынки, потому что белорусский рынок не так велик. Несмотря на загруженность, они специально приехали из Бреста на мастер-класс для новобранцев третьего сезона. Хотя до 10 апреля идет еще подача заявок, обучающие мероприятия уже стартовали. Телеканал ОМТ и команда «Ментор» на базе гостеприимной галереи «Тудвай» организовали мастер-класс «Как провести идеальную презентацию». Мы где-то примерно, наверное, отводим на прочтение анкеты. Итак, как впечатлить ментора? Эти рекомендации уместны не только для проекта «Мой бизнес». Ваша визитная карточка – это анкета. Пишите ее грамотно, кратко и по существу. Информацию разбивайте на пункты или блоки. Так анкета лучше читается. Особое внимание блоком «Описание проекта» команда «Целевая аудитория». Уже есть достижения? Перечислите их лучше на бревенном интервале. Для действующего бизнеса приветствуются финансовые показатели. Заявок много. На изучение одной «Ментор» уделяет всего несколько минут. Самый простой вариант, как говорят, это тест на бабушках. Можно не обязательно на бабушках, можно на своих знакомых, на близких людях. Просто предложить им прочитать эту анкету самостоятельно, не вслух. Просто пролистать и засечь время, потраченное на прочтение. Ну и, конечно же, задать пару таких уточняющих вопросов, что вот эти тестировщики, скажем так, поняли из той информации, которая представлена. Толковая анкета – гарантия того, что вас пригласят на собеседование. Дальше презентация. Надо впечатлить жюри визуально. Идеальная презентация длится несколько минут. Основные кубики – команда, кто есть кто, продукт и какую проблему он решает. «Ментора» оцените, если вы владеете цифрами по рынку. Презентацию действующего бизнеса украсит экономические показатели. Выручка, прибыль, количество клиентов. Но будьте готовы к более дотошным расспросам. Придайте презентации вкус, цвет и объем. Покормите «Ментора», покажите свой продукт. Если у вас продукты питания, то лучшие характеристики будут довольны лица людей, которые поедят ваши продукты. А удивление – это не кастинг «Хочу в ягру». Здесь удивить можно проектом и продуктом. Участие в проекте – опыт полезно при любом исходе. Протестируйте идеи, взгляните на бизнес со стороны, получите совет от «Ментора». Заведите полезные контакты и просто получите заряд энергии от мотивированных предпринимателей-единомышленников. Надежда Цверко, Екатерина Паршик, Ладмитрий Лац. Наше утро.